Всем привет! Сегодня с вами Екатерина Пластинина. Это видео по городскому скетчу. Я буду рисовать тенистую улицу с цветущими деревьями и красивым фасадом. На примере этой фотографии поэтапно разберу, как можно построить перспективу и в итоге создать цветной легкий скетч. Работать я буду на специальной бумаге для маркера от скетч маркера в формате А4. Ну что же, приступим. Обычно я рисую сразу тонким черным линером, но сегодня, чтобы было подробно, начну со светлого брашпена. Им я намечу все объекты, а некоторые вполне подробно прорисую. Начинаю с главных элементов композиции. Один из них это фасад, который мы видим фронтально. Поскольку композиция центральная, делаю ось, потом ее не будет видно. Сразу намечаю средний план перед домом, тумбу под фонарь и возвращаюсь к входной группе, арке и порталу. Намечаю линию окон второго этажа. Точка схода здесь находится в самом центре двери. Туда будут сходиться все перспективные линии улицы и боковых домов. Вдоль фасада идет улица, поэтому боковые дома я начинаю рисовать, отступив вниз, сводя их основание в точку схода. Наметив овальную площадку, перехожу опять к среднему плану машинам и началу деревьев. И перехожу на боковые фасады. Коротенький низенький домик. Рядом еще один. Каждый этаж делим исходя из точки схода. Веркер. Поднимаем его до кроны и продолжаем сверху кроны. Немножко намечаем кроны. Все линии боковых домов я начинаю проверять с точки схода. Делю их на этажи. И не забываю, что все проемы верх и низ сходятся в ту же точку схода. Стараюсь не смещать окна по вертикали. Таким образом создается некий архитектурный ритм, по которому узнается здание. Тротуар идет параллельно домам, а значит тоже уходит в перспективу. Дальше намечаю еще один дом. Он у нас с эркером. Размечаю его на этажи. Пока вот три наметила. И сразу соединяю его с предыдущим домом, у которого на вершине зелень. И пожалуй вернусь к деревьям, чтобы понять какую часть фронтального фасада они закрывают. Сначала стволы намечаем. Веточки. И формируем кроны. Понемножечку. Слева у нас два дерева. Ветками рисуем до предполагаемой кроны. И намечаем ее сразу объемами. Одна крона заканчивается, а сверху еще ветки и еще немного листвы с цветами. Небо оставляем. Теперь примерно понятно, какую часть фасада будет видно сквозь деревья. Осталось ее разметить на этаже и окна. Дом стоит фронтально и в нем все симметрично и параллельно. Начинаем с центрального окна и его декора. Дальше справа намечаем такое же окно. На первом этаже два широких окна. Шире, чем на втором этаже. Арочные. Налечаю их. Они немножко прячутся с деревьев. Тут же перехожу на средний план. Гуляя по всему скетчу. Можно нарисовать немножко рамы для окон. Чтоб потом легче было и не путались. Сразу на третьем этаже окно наметить. Которое теряется в листве. И обозначить окна, которых совсем почти не видно из-за деревьев. Но мы знаем, что они симметричны относительно друг друга. И в итоге нам пригодятся. Дальше продолжаю размечать горизонтальные тяги. В преддверии человечка нарисую. Проемы. И можно разбить парапет на сегменты. Так, вернемся к крыше. Сверяем с точкой схода. Самые верхние крыши. И зелень. Чтобы уже понять, где наша композиция может закончиться. Дорисую окна на эркере. Сверяем. Может тяг каких-нибудь карнизных. Еще немного декора. Но все это в линнере. Потом сделаем зелень. И тень. Тень. Тень лучше сразу наметить. Падающую тень домов и деревьев. Фонарь намечу. Чтобы потом о нем не забыть. Еще немножечко чего-нибудь. Деталей. Хотя я, конечно, за черный линнер. Потому что с светлым брашпеном получается двойная работа. Все равно тянет на детализацию. Поэтому ограничиваем себя и переходим к линнеру. Начинаю графику со среднего плана. И рисую то, что вяжу целиком. Основание фонаря цилиндрической формы. Поэтому верх и низ закругляю. Сам фонарь достаточно простой. Сильно прорисовывать его не надо. Потому что он не на переднем плане. Главное, чтобы он был узнаваем. Допустим, три плафона. Нижних и один сверху. Дальше в том же среднем плане. Рисую уже достаточно подробно. Машины, перекрывающие фасад фронтальный. Они уже у меня такие с колесиками будут. Тоже не все, которые видно на фотографии. Слева будет две машины. Справа одна, которая стоит немного развернута над торцом. Сразу уже с стеклом, с крышей. И к ней уже можно перерисовать дерево. Тут тоже, по-моему, два дерева справа. Их можно сейчас плавно и красиво уже нарисовать. Учитывая то, что у нас есть подмалевок. Обязательно корни. Сквозь средний план вижу часть основания дома. Я надо зафиксировать, чтобы наши планы один из под другого появлялись. И слева тоже можно уже. Начинаем также с основания деревьев. Переплетаем их потихонечку. И потом уже можно расходиться на более мелкие ветки от стволов. И так вот до кроны. Но не обязательно каждый предмет рисовать от начала и до конца. Лучше как-то отступать и ходить по всему скетчу и рисовать понемногу. Сейчас захотелось нарисовать сбоку дом с заборчиком наверху. И тем ограничить наш фронтальный фасад. Человечка. Будущего. И все так же как и с брашпеном светлым линером. Тоже проверяем перспективу. Из нашей точки схода. И все время с ней сверяемся. Портал над входом в дом. Или даже может не в дом. Что-то мне кажется, что это проход куда-то в сад. Но я наверное буду рисовать это как дверь. Большая красивая дверь. Потому что за фонарем еще рисовать решетку и зелень это слишком. Немного упрощать дальние планы. Так вот этот портал он симметричный. Слева и справа все одинаково. салют. Салют. Надо показать, что внутри есть глубина и линию земли. Можно внутри арки сразу прорисовать элементы будущей двери. Поскольку от решетки я отказалась, это будет дверь. Ну и симметрично относительно центра можно переходить на декор фасада, горизонтальные тяги. То, что закрывается зелень у меня с бокового дома, сразу лучше контурно обвести, чтобы не нарисовать там ничего лишнего. Делим горизонтально на уровень второго этажа и симметрично, ровно над входом у нас окно. Сразу рисуем декор простыми линиями. Объем появится уже, когда мы будем рисовать маркерами. Поэтому я просто делю на сегменты. Камушки, которые поочередно, то больше, то меньше, обрамляют окно. Раму тоже немного прорисовываю. Но без фанатизма. Справа нижнее окно. Помним, что оно шире, чем на втором этаже. Но над ним тоже такой же декор с замковым камнем. Главное не забыть обозначить сначала средний план дерева, а потом внутри, в просветах, нарисовать то, что видно сзади. Передний план всегда рисуем сначала и ограничиваем кроной. Можно уже добавить побольше веточек. Не бойтесь рисовать ветки, если вам кажется, что не похоже на то, что вы видите, или на фотографию, с которой вы рисуете. Ветки нужно рисовать, смотря на ваш скетч. И смотреть, как они у вас красиво ложатся, а не срисовывать их с настоящих деревьев. С настоящих деревьев вы берете вдохновение. То есть вы смотрите, какого типа дерева, как оно выглядит. А у себя уже рисуете свое дерево. Так, вот из-за дерева у нас домик выходит. Смеряем его с перспективой, поправляем, если что-то не так. Крыша у него явно сложная, с чердачными окнами. Наметим их. И под углом. Труба. Сразу можно соседний дом сверить с перспективой. Карнизики прорисовать. Не забываем про крона. Потому что она как раз заходит за вот этот передний дом. Продолжаем работать с главным фасадом. На третьем этаже окно. Тоже ровно, симметрично. Особенность его в том, что его видно только часть. Верхняя часть окна теряется в цветах. Поэтому лучше сейчас я прорисую веточки и часть цветов и зелени, которая закрывает это окно. Чтобы понять, что останется видно. И продолжим ограничивать крону и формировать ее. Поскольку это крона не одного дерева, а нескольких. Поэтому она не может состоять из одного объема. А делится на несколько. На каждой большой ветке свой объем. Еще они накладываются друг на друг. Поэтому у нас получается достаточно большое количество таких растительных объемов. Которые нам надо соединить в одно общее. Закрываю окно. Закрываю окно. И рисую то, что могу увидеть сквозь зелень. Там тоже декор. Справа окно абсолютно такое же, как и в центре. Поэтому я рисую и сверяю горизонтальные линии с соседним окном. Фасад у нас абсолютно фронтальный. Все линии в нем параллельны. Нет никаких искажений, кроме глубины откосов и внутренней части, где дверь. Все остальное параллельно друг к другу. И важно за этим следить, быть наблюдательным. Раму тоже сверяю с соседним окном. Странно было бы, если бы в доме все рамы были разные. Только у нас может быть такое. По дыркерам красивые подкосы. Боковые тома достаточно в сильном перспективном искажении. Поэтому весь декор я прощаю. И не прорисовываю его детально. Все равно его не видно будет. Но четко соблюдаю перспективные линии. Куда они идут. Что все проемы с одной линии уходят в перспективу. Боковая сторона фасада видна нам фронтально. Поэтому без искажений. Самый близкий к нам дом. С черным первым этажом. С черным первым этажом. Мы не будем тоже там никаких подробностей рисовать. Потому что в данной композиции у нас самое важное это вот средний и дальний план. То есть деревья с машинами и фасад. А все боковые дома. Вот эта улица перспективная. Она как рамка, как обрамление. Она как вход в нашу композицию. И тут не надо прорисовывать детально. Не только потому что это в перспективе искажено. А еще и потому что нам композиционно это не нужно. Мы только намечаем окна, двери, тяги. И дальше не дорабатываем. Возвращаясь к главному фронтальному фасаду. Арчным окнам. Там достаточно мощные рамы. И помимо окон нам еще на первом этаже видно достаточно много пустой стены. И чтобы она не казалась скучной, я ее разобью на элементы на камушке. Нам это потом пригодится. И цуколь тоже. Слева такое же окно. Но половину так уж точно не видно за деревьями. Главное не сбиться с симметрией. И не залезть в машину. Окном. Прекрасное сочетание в графике. Когда четкий симметричный фасад перекрывают гибкие графические деревья. Деревьями. С ветками. С листвой. Все на контрасте. Продолжу как раз эти деревья. Ограничу. Ветки доходят до кроссеркера. Меркер смело можно отрисовать. Заодно поправить перспективку. Это вот наша линия горизонта. Площадочка. Сразу рисую бордюр в объеме. То есть у нее есть верхняя сторона бордюра. Разбитые на сегменты бордюры. И боковая. Что-то похожее еще есть вокруг фонаря. Ветки. И крона. Тут нижняя часть крона как раз полилинией ее нужно. Вот такую. Потом верхняя часть уже немножко полегче. Но поскольку над верхней частью у нас еще ярус с ветками и кроной. Но верхнюю совсем крону, которая последняя, ее уже надо рисовать более мягко. Потому что она граничит с небом. А небо всегда светлое. Если это не буря какая-нибудь. И там всеми много линия ни к чему. Параллельно дорисовываю. Руковой дом. Чтобы уже к нему не возвращаться. И у нас промежуточный еще домик торчит тоже с эркером. От которого видно только нижнюю часть. Сверху его закрывает соседний дом. Проемы под эркером. Карнизы между этажами. Домик простой. Но все-таки не без декора. Минимальные карнизы у него есть. Окна все вертикально друг на другом. Ну, пожалуй, с этим домиком почти все. И веточки. Все время хочется продолжить рисовать ветки. Немного видно все-таки арку от окна. С третьего этажа. Прикрою ее веточками. Побольше горизонтальных тяг. Чтобы разбить графику гибкости. Даже не разбить, а перемешать. И сквозь деревья все-таки надо прорисовать почетче те окна, которые почти скрыты деревьями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Довольно хаотично прорисовываю все, что я вижу сквозь ветки деревьев. перехожу на боковой фасад немножечко и внизу у меня недорисовано основание деревьев проверю еще раз как тротуар у нас идет сразу устраиваю сегментами объемными и на нем стоят очень ритмичные столбики которые естественно не нужно считать просто нарисовать несколько перспективе с правой стороны такой же парапет и некоторое количество столбиков не все 10 штучки 34 достаточно и вот тень у нас прекрасная падающая тень с разрывами со светлыми который идет по улице перескакивает тротуар и упирается в соседний дом ты прям как будто тряпку положили она стелется свет падает слева направо падает прекрасная тень домов еще погуляю по фронтальному фасаду немножечко листвы так вот забыла я тут на боковом фасаде пару окон и думаю что на этом с графикой все можно приступать к цвету но сначала пройдусь кратко по цветам маркеров которые нам подойдут теплый светлый серый грим грей 1 для всех светлых фасадов кулгрей 5 кулгрей 5 холодный серый для базовых теней кулгрей 7 для самых темных мест глубоких теней бр71 для стволов деревьев коричневатый теплый и насыщенный песочный для декора главного фасада и усиления для домов боковых красноватый бр61 кирпичный опять же для декора главного фасада теперь сейчас посмотрю самый светлый голубой G134 такой прозрачный ментоловый и для его усиления оттенение G133 яркий достаточно цвет для нижней части крон где тень глухой сливовый V60 подойдет и несколько оттенков на верх кроны лиловое розовое воздушное дефирное тут уже посмотрим который из них пригодится в конце я еще буду использовать белую ручку гелевую и толстый линер единичку традиционно начинаю с холодного серого и объединяю скетч тенями сначала все тени под горизонтальными выступами поскольку дневной свет идет сверху то под каждым выступом образуется падающая тень чем больше выступ тем больше тени сейчас я прохожусь по всем карнизам и боковым частям вертикальным с другой стороны цветом то есть если солнце падает слева то справа от любой вертикали идет теневая сторона и можно увести в тень все что в арках углублено крыльцо крыльцо выступающий под выступающей частью колонна делить тенью и пожалуй я залью все внутренние части окон исключая самую толстую раму мелкие переплеты я тоже увожу в тень потом их легче будет нарисовать белой ручкой чем сейчас оставлять их получиться симметричный трафарет серых окон и пау и на пау и в в в и в и и в и в в и в и в и в и в в и для полной симметрии не хватает пятого окна затерянного в деревьях теперь чувствуется что за ними стоит дом в еще одно окно практически за угол попадает но его все равно немного видно а также последнее окно на первом этаже и перехожу опять на средний план человечка увожу в тень и тени сбоку деревья свет падает слева направо поставлю стрелочку и с правой стороны оттеняю все стволы и ветки так такая же история со всеми другими объектами из холодных серых пятый самый светлый в этом скетче поэтому он используется как база для всех теней на который будет уже накладываться более темный серый холодный в обравлении окон и декоре дома тени тоже будут справа и под всеми горизонтальными выступами и карнизиками возвращаюсь к деревьям проемы и окна боковых домов увожу в тень создавая ритм тень под деревьями все что снизу не забываем все в тени бордюры бордюры тротуарные бордюры и падающие тени от фонаря и деревьев полутон и так гуляем во всему скетчу присматриваясь 53 до впечатления теней. Под кроны обязательно будет тень. Можно ее так добавить. И внизу этого дома достаточно темное место с широким концом маркера и закрою все в тень. И сразу с широким же концом спущу падающую тень по улице. Прямо по контуру с перепадом. Потом еще буду темнять ее. Если вы что-то заливаете вертикально, лучше это делается вертикально, а в горизонте соответственно горизонтально. Широким работать концом маркера. И сразу где-то усилить тени, чтобы побольше объединить. Ну вот теперь у нас похоже на ретрофотографию усиленно выцвечу. Когда уже начнет казаться, что вам блекло и захочется усиливать, то это значит, что надо переходить на другой цвет или на более яркий тон с широким. Вот пожалуй почти все с пятым серым. Уже хочется что-то тепленького добавить. Сейчас немножечко декор оттеню. И перехожу на песочный, в данном случае это просто теплый серый, самый светлый оттенок. Им я буду закрывать все боковые фасады, объединяя тем самым их. И может чуть-чуть внесу его в главный фасад фронтальный. Внизу делаю несколько слоев, чтобы спустить краски. Добавляю еще по всему скетчу и в основанию фронтального дона. В основном это теплый оттенок для боковых фасадов. Что-то очень красивое тень не прошла. Вернулась. Подкрасила. Этот боковой фасад весь в тени, поэтому можно более насыщенно его закрасить. Насколько позволяет этот светлый маркер. И добавить теплый цвет на землю. Немного прошлась по всему фасаду, чтобы объединить цвет, чтобы у нас теплый светлый оттенок проходил по всему скетчу. И дальше беру достаточно насыщенный песочный цвет. И зажигаю цвет сначала в боковых фасадах, там где темные места в тенях. Но все не заливаю, а с пробелами. В проемах можно под карнизами цвет зажечь. Чтобы дом остался воздушный, но приобрел уже более насыщенный оттенок песочного. И по грани почетче делаю. И фасад напротив тоже сознательно утемняю песочным цветом, чтобы чувствовалось, что он у нас в тени. Заливаю первый этаж фронтального дома этим цветом. Разбиваю какие-то камушки. И тоже оставляю белые пятна. И прохожусь по декору окон обрамления. Работаю как и с плоскостью, так и отдельно с кирпичиками. Субтитры делал DimaTorzok И еще усиливает он на первых этажах боковых домов. И фронтальными тоже. И теперь кирпичным цветом сначала попробую тронуть фасад. Смотрю, как он ложится. Хорошо ложится. И залью все, что мне кажется должно быть такого кирпичного цвета. Чтобы не залезть на декор окна, я сначала контурно обведу все эти выступы. И залью. И все остальные кусочки, которые кирпичного цвета и которые видно сквозь кроны, тоже методично заливаю. Пока стволы у нас бесцветные и кроны. А фасад становится все больше цветным. Оживает. Но еще достаточно бледно. Не хватает еще насыщенности. И по цветам, и по четкости. Но это все последовательно было. Этим же кирпичным цветом можно подчеркнуть горизонтально. И опять вернусь к песочному цвету. Сделаю низ чуть насыщенней. И немножко в землю и асфальт добавлю кусочка. Следующий цвет коричневатый теплый серый. Исключительно для стволов деревьев. Чтобы они не сливались с фасадами. Поэтому их цвет больше не будет пересекаться с цветом домов и с декором. Деревья должны отличаться немножко и выступать у нас на передний план. Потерянные веточки. И может новые дорисовываем. И чтобы у нас этот цвет все-таки не смотрелся как одиночный. Я его включаю в тени от декора. Тем самым опять же объединяю. И пожалуй им же сделаю дверь. Поскольку она деревянная. Цвет деревьев и цвет двери. Хорошо будет перекликаться. Хорошо будет перекликаться. Еще немного веточек подрисовать. И перехожу к кроме. Теневое. Глухой такой сливовый. Фиолетово-сливовый цвет. Для теневой части нижней части. Свет сверху. Значит у нас тень снизу. И немножко вправо. Все кроны внизу такими движениями закрываю. Креплюем форму объемную. Вот такими хлопчатыми движениями. Руку фиксируете, а маркер поворачиваете. И получается сразу как будто листва объемные. Руку фиксируете, а маркер поворачиваете. Следующий цвет бледно-бледно-сиреневый. Для цветной части цветочной. У меня браш оказался. Я воспользуюсь кисточкой от теневой стороны. В накладку. Оставляю много белого. Такими полукруговыми движениями. Делаю цветочки. Расходясь к небу и сводя на нет движения. Растушевывая. Обязательно должно остаться много белого. Потому что у нас будет цветное небо. И белый переход между цветами и небом очень важен. Поэтому не увлекайтесь. Лучше вот холодных бликов на землю пустить. После такого буйства красок хочется обратно вернуться к серому, но уже к более темному оттенку. Сначала разберусь с деревьями по теневой правой стороне. Чтобы они были четкими. Графичными. Но не обязательно делать последовательно деревья, а потом все остальное. Я предпочитаю перескакивать с одного на другое. Чтобы глаз не замыливался. И цельный скетч таким образом поддерживаю. Чтобы он в любой момент был на какой-то стадии незавершенности, но по крайней мере понятности всей картины. Поэтому деревья перешли в окна. В окнах рамы главное сейчас не залить. Оставляем рамы. И не все стекла надо таким темным заливать. Тут надо смотреть в каждом случае отдельно. Какое количество стеклышек может быть темным. Потому что темные пятна лучше разбивать на несколько небольших пятен, чем делать одно большое пятно, которое перевесит всю композицию и загубит скетч. Поэтому аккуратнее с темными цветами. Деревья продолжаю рисовать тем временем. Стволы, ветки. Почаще смотрите в целом. Отклоняйтесь от листа. И смотрите, что у вас получается. Можно прищуриваться. Тоже очень хорошо помогает понять, где чего не хватает или где уже лишнего сделали. Теневая часть боковая бордюров. Томба от фонаря. Внутри там, где дверь. Все темненько точно будет. У машин внизу всегда темно. Человек будущий, или, может, мы его не будем прорабатывать. Все понемножечку. То, что должно быть в тени, увожу в тень. И стало не хватать графики на переднем плане. Поэтому я возвращаюсь к самым ближним боковым фасадам. И добавляю почти прям смело темных акцентов. И тут же возвращаюсь к фронтальному фасаду, чтобы он не потерялся. К горизонтали возвращаю. Дальше бордюры в тени и прекрасные ритмичные столбики, которые создают как раз вход в композицию. На фоне графичного серого холодного цвета побледнела очень падающая тень, которая на асфальте. Но седьмой для нее слишком темный. Я пятым просто в несколько раз постараюсь ее сделать достаточно темной и глубокой. Чтобы все дома сели на темную улицу, а не летали в воздухе. Опять же тени от деревьев и от фонаря тоже надо подусилить. И теперь, пожалуй, небо. Самый светлый G134 ментоловый. Я убираю белое пространство между кронами, стволами и домами, расходясь от крон и от домов, но не заливая весь лист, всю верхнюю часть листа. Небо как-то нагнетаю от предметов. Оставляю белые части, чтобы была воздушность. Несколько раз прохожусь и вертикально. Этот же цвет добавляю в асфальт, можно в машину чуть-чуть. Но он слишком светлый и поэтому я сейчас перейду на более яркий, голубой. Им достаточно будет сделать несколько штрихов с теневой стороны стволов, веток и крон. Не увлекаясь, потому что цвет яркий. А вот внизу им можно поработать и использовать его вместо зеленого. Для кустов цвета машины. И уже на фоне этого цвета я беру более насыщенный в зеленый. И делаем зелень, чтобы она отличалась от неба. И машину тоже. В кронах осталось слишком много белого. Я, наверное, добавлю вот такого зефирно-розового, чтобы цветочная масса была повеселее, повоздушнее. Смиксую его с лиловым. Теперь вернусь обратно к песочному. И сделаю понасыщенный первый этаж, утопив тем самым фасад. И четче пролисую границы. фронтального дома, чтобы он сел на свое место. Я думаю, пора останавливаться. Немножко еще добавим в асфальт. И усилю боковые теневые стороны домов. Вернусь к пятому серому холодному, чтобы добавить четкости в тенях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на этом с цветом, наверное, я остановлюсь. Дальше черным линером, единицей, возвращаюсь к графике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прохожусь по всему скетчу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рамы можно нарисовать, которые потом белой ручкой подведу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В самых темных, глубоких местах тени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машины почетче сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верну контуры фасадом, чтобы не расплывались. Верну контуры фасад. 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 Верну контуры фасад.